МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Дата определена, календарь составлен. 18 февраля будущего года пройдут выборы в местные советы депутатов 28-го созыва. Продовольственная безопасность страны – их задача. Сегодня отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Беларусь и Украина. У межрегионального сотрудничества хорошие перспективы. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим во время рабочего визита в Гомельскую область. Юные звезды большого тенниса. Наш корреспондент Максим Савин посетил профильный центр Олимпийского резерва и узнал, как тут воспитывают будущих чемпионов. Какой была неделя из жизни региона, расскажем в ближайшие 26 минут. В Беларуси выборы в местные советы депутатов 28-го созыва назначены на 18 февраля. Дата, ранее предложенная Центризбиркомом, утверждена указом президента. Госорганам и другим организациям поручается обеспечить подготовку и проведение выборов. Правительство в том числе должно профинансировать избирательную кампанию. На этой неделе Центризбирком провел первое заседание и утвердил в том числе избирательный календарь. Следующий этап – образование территориальных комиссий. Их будет 1309. И лишь затем выдвижение кандидатов. Оно начнется 10 декабря и продлится почти месяц. Ну а пока действующий депутатский корпус продолжает работу с населением. Ведь решение насущных проблем горожан и сельчан остается его главной задачей. На уходящей неделе в Будокошелевском районе прошел День депутата. Он включил посещение учреждений социальной сферы и встречу с местными жителями. Главная цель – увидеть реальную картину на местах, чтобы затем найти точки соприкосновения для разрешения самых острых вопросов. Подробности в нашем следующем материале. Программа проведения Дня депутата в Будокошелевском районе получилась довольно насыщенной, так как включила множество объектов и встреч. Первый пункт – деревня Потаповка, самая крупная в своем сельсовете. Насчитывает более 700 человек. Сначала депутаты посетили фельдшерско-акушерский пункт, где поинтересовались условиями работы у медицинского персонала и узнали мнение местных жителей по поводу оказания им квалифицированной врачебной помощи. Затем народные избранники переместились в близлежащий торговый объект, где оценили качество обслуживания населения, ассортиментный выбор и ценовую политику магазина. Также депутаты не обошли вниманием и расположено на территории деревни учреждение образования. Здесь, в Потаповском детском саду средней школе, они приняли участие в торжественной церемонии открытия музейной комнаты. Это местная инициатива «История моей земли» в рамках реализации проекта «Содействие развитию на местном уровне» в Республике Беларусь. Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется программой развития ООН. Здесь представлены археологические находки, предметы сельского быта, костюмы, фотодокументы и другие экспонаты, рассказывающие об истории и жизни деревни и окрестностей. «Создание этой комнаты позволит нам передать будущему нашему поколению те традиции, те ремесла, которые остались от наших предков. Мы будем в дальнейшем работать в этом направлении, усовершенствовать нашу комнату. В рамках инициативы мы закупили оборудование мультимедийное, мы будем проводить какие-то мультимедийные семинары, то есть показывать фильмы о нашей деревне, о нашем совете». Еще одно направление новой музейной комнаты – возрождение местных народных ремесел и обрядов. Вышивка, вязание, резьба по дереву, плетение из природных материалов. Здесь сохранились многие действительно уникальные техники, которые можно применить и сегодня. То, что просто необходимо передавать будущим поколениям. Продолжился день депутата посещением Будокошелевской гимназии. Здесь гости ознакомились с условиями и возможностями, созданными для всесторонней реализации способностей и талантов учащихся. Кабинеты гимназии сегодня располагают всем необходимым оборудованием, предназначенным для научной и исследовательской деятельности. Имеется здесь хорошая база для реализации не только интеллектуальных, но также творческих и спортивных талантов. Одна из последних местных инициатив, которая была успешно реализована в стенах Будокошелевской гимназии – «Букроссинг. Общественное движение, действующее по принципу бесконечного круговорота чтения». Здесь разместилась специальная полка с книгами, куда одни издания дети приносят, а другие забирают для ознакомления. В свою очередь, чтобы лучше прочувствовать, что сегодня волнует и интересует современных подростков, депутаты встретились с ребятами за круглым столом. Это был неформальный диалог на самые разнообразные темы. Аналогичная встреча, но уже в рамках обсуждения конкретных вопросов, была организована и с педагогическим коллективом гимназии. Участие в ней приняли как представители Будокошелевского районного совета депутатов, так и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков. Главная цель – обсудить пути и способы совершенствования и законодательного урегулирования национальной системы образования. Ведь именно эта тема будет поднята на парламентских слушаниях, которые пройдут в конце ноября. Однозначного ответа в ходе беседы по тем путям, по которым должна развиваться наша система, конечно же, не получено. Наработаны те или иные направления, которые должны дать возможность совершенствовать систему образования, улучшить ее качество. И я надеюсь, на те предложения, которые мне поступили в ходе беседы, они будут изложены в парламенте на парламентских слушаниях. Ну и, конечно, найдут свое разрешение. Встретились депутаты и с учащимися Будокошелевского государственного аграрно-технического колледжа. Сегодня это учреждение не только кузница востребованных профессиональных кадров, но и объект для всестороннего развития личности. Здесь функционирует ряд творческих кружков. Пристальное внимание также уделяется спортивно-массовой работе. Одной из наиболее важных задач по формированию здорового образа жизни является привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой. Будокошелевский государственный аграрно-технический колледж сегодня располагает современным тренажерным залом, которому могут позавидовать многие специализированные объекты. К слову, их безвозмездное пользование учреждению передал один из бывших выпускников. Благодаря организации платных услуг, зал радушно принимает в своих стенах и сторонних любителей физических нагрузок. В целом, День депутата – это плановое мероприятие, которое проводится для того, чтобы увидеть реальную картину на местах. Оно охватывает самые разные сферы деятельности и имеет многочисленные формы проведения. Одно остается неизменным. В центре внимания всегда человек с его идеями, проблемами и предложениями. Формат проведения Дней депутата – это и встречи, это и приемы, это и посещение трудовых коллективов, это и знакомство с условиями как труда и быта. Поэтому именно такой спектр общения и позволяет высвечивать как все то лучшее, что имеется, так и те стороны, над которыми предстоит еще поработать и, прежде всего, также включиться в работу депутатскому корпусу. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько. Новости недели. В третье ноябрьское воскресенье свой профессиональный праздник отмечают те, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны. В сельском хозяйстве Беларуси занято более 330 тысяч работников, которые трудятся, чтобы накормить страну. Это праздник всех, кто работает на земле. И хорошего хозяина земля благодарит богатым урожаем. Кстати, накануне этого праздника в Минске наградили журналистов, которые на уборочной трудились не менее добросовестно, чем аграрии. Приятно отметить, что сюжет телерадиокомпании «Гомель» победил в одной из номинаций. Все подробности смотрите далее. В этом году до миллиона тонн зерна Гомельской области не хватило всего около полутора тысяч тонн. Увеличить объемы собранного урожая планируется за счет зерна кукурузы. По оперативной информации облцельхозпрода, сейчас ее намолочено. Более 270 тысяч тонн. Полностью завершить уборку кукурузы на зерно планируется до конца следующей недели. Овощи уже убрали полностью. Закладка продукции в стабилизационные фонды области также выполнена в полном объеме. В место хранения помещено более двух тысяч тонн картофеля, капусты, свеклы, моркови, лука и яблок. Специалисты уверены, что в межсезонье жители региона смогут приобретать овощи по доступным ценам. В помощь аграриям современная техника. На Гомсельмаша создают суперкомбайн. По своим возможностям машина будет превосходить зарубежные аналоги. Всех деталей гомельские конструкторы пока не раскрывают. Однако известно, что ничего подобного по мощности ранее на предприятии не делали. Первые испытания должны пройти в следующем году. Кстати, в этом году Гомсельмаш выпустил пять новых моделей сельскохозяйственной техники. Среди них и уникальный комбайн на газовом топливе. В Минске состоялось награждение победителей республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ и в интернет-ресурсах тематики уборочной кампании. На торжественное мероприятие, которое проходило в Доме прессы, пригласили и сотрудников телерадиокомпании «Гомель». Конкурс проводился в семи номинациях. Участие в них приняли более 150 творческих работ. Среди награжденных пять представителей Гомельской области. Диплом первой степени в номинации «Лучшие авторские материалы», вышедшие в эфир региональных телевизионных и радиовещательных СМИ, получила Вероника Ворошилина. В пятницу 17 ноября молодежь отметила один из самых любимых своих праздников – Всемирный день студента. Среди стран Содружества Беларусь в лидерах по соотношению количества студентов к численности населения. Какой он современный гомельский студент и кто среди них в этом году признан лучшим, узнала Анна Корольчук. На Гомельщине сейчас действует шесть государственных учреждений высшего образования, в которых учатся более 33 тысяч студентов. Большинство молодых людей выбрали дневную форму получения образования. При этом в студенческой среде соотношение девушек и парней – 55% против 45%. В каждом из вузов проходят обучение и иностранные студенты. Их в нашей области более двух тысяч. Это представители Индии, Таджикистана, Йемена, Шри-Ланки, Нигерии и других стран. По данным Главного статистического управления Гомельской области, наиболее популярными среди студентов по-прежнему остаются специальности экономического и юридического профиля, а также сфера коммуникации и организации производства. На втором месте – специальности профиля техника и технологии, на третьем – педагогика. Кстати, накануне праздников Гомеля определили лучшего студента области. За это звание и право представлять наш регион в финале республиканского конкурса бороли шесть студентов. Это победители отборочных этапов, которые прошли в каждом университете области. Все конкурсанты имеют высокую успеваемость, участвуют в научных конференциях, спортивных соревнованиях и ведут активную общественную деятельность. Лучшие студенты нашего региона демонстрировали свои творческие способности и лидерские качества в пяти турах. Так, еще до финала каждый участник подготовил для жюри портфолио своих достижений, а также видеоролик-самопрезентацию. Я занимаюсь научной деятельностью, корреспондент газеты «Исушка» нашей университетской. Также я занимаюсь модельным фитнесом в нашей спортивной секции, участвую в мероприятиях различных, в качестве ведущей, танцую, пою и так далее. Все, конечно, достойны. Ну, возможно, какие-нибудь лидерские качества, ну, вот, творческие качества. Ну и поддержка, поддержка, конечно. Первым испытанием на сцене стала визитка под названием «Я студент своей страны». Николай Литовкин, представитель ГГУ имени Франциска Скорины, например, выступил в стиле рэп. Первый и самый ответственный. В этом творческом номере я презентую самого себя и частично свой факультет, как я попал на этот конкурс, как я о нем узнал и на что планирую. Свою эрудицию молодые люди показали в интеллектуальном конкурсе, где отвечали на вопросы, связанные с историей нашей страны и биографией известных белорусов. Для меня был интеллектуальный конкурс немного тяжелее, потому что были такие вопросы, что знал ответы, что не знал. Просто волнение было. А так все просто. Сейчас готовимся к творческому. Последний творческий конкурс в этом году назывался «Беларусь. Источник вдохновения» и должен был отражать национальную тематику. Не меньше ответственность во время конкурса у членов жюри. Из шести представителей студенческой молодежи гоночами им нужно было выбрать только одного – лучшего. Молодые люди должны показать историю Беларуси, насколько они ее знают, какую-то аутентичность свою проявить. Ну и самое главное, каждый из конкурсов позволяет раскрыть все грани этих студентов. Не только его интеллектуальные возможности, но еще и творчество, что немаловажно. Это, наверное, две составляющие, которые позволят сегодня выиграть. По результатам всех конкурсных испытаний почетное звание «Студент года 2017» завоевал студент филологического факультета Мозырского государственного педагогического университета имени Шамякина Ян Ковалев. 8 декабря он представит нашу область в финале республиканского конкурса. Первые Мозырые какие вообще? Я, конечно, объективно оценивал, но я не думал просто, что это реально может произойти. Хотя, конечно, была вера к победе, была воля к победе, но такого исхода нам за полициями всегда говорили, что все будет очень неожиданно, так и случилось. Вот поэтому чистый шок и огромное удивление, ну и огромная благодарность, конечно, всем. Ян Ковалев лучший всех! Ян Ковалев! Анна Корольчук, Валерий Габанько, Новости недели. Вы смотрите Новости недели. Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Беларусь в седьмой раз присоединилась к проведению Всемирной недели предпринимательства. В ее рамках прошли тематические мероприятия, призванные раскрыть роль предпринимателей в развитии экономики. В Гомельском государственном университете имени Франциско Скорины рассказали об открытии бизнес-школы «Стартап ГГУ». Проект направлен на поддержку начинающих бизнесменов. Чтобы стать слушателем, необходимо представить организаторам разработанный бизнес-план. Отбор продлится до конца ноября. Затем участников ожидает теоретическая подготовка, и те, чьи идеи будут признаны наиболее конкурентоспособными, перейдут от теории к практике. Победителя проекта «Стартап ГГУ» определят в мае. Дискуссию по актуальным вопросам развития предпринимательства провели и в научном кафе, которое действует при областной универсальной библиотеке. Сегодня существует несколько показателей, касающихся развития предпринимательства. Среди самых престижных – рейтинговая оценка Всемирного банка «Дуинг Бизнес». В этом году Беларусь заняла в нем 37-е место среди 189 стран. Для сравнения, в 2010-м республика была на 58-й позиции. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим посетил Гомельскую область. Внешнеторговое сотрудничество Гомельщины с Украиной набирает обороты. В прошлом году темп роста – 128%, по итогам 9 месяцев этого года – уже 145. В числе экспортеров – более 100 предприятий региона. Кроме того, на Гомельщине работает 111 предприятий с украинским капиталом. При этом украинские инвестиции в экономику области постоянно увеличиваются – от чуть более 6 миллионов долларов в 2011-м до почти 12 миллионов в этом году. Банкомат для незрячих и слабовидящих людей появился в Гомеле. Его установили на улице Фрунзе у филиала номер 300 Гомельского областного управления Беларусьбанка. Инициатором выступила областная организация Белорусского товарищества «Инвалидов по зрению». Практическую реализацию взяли на себя Беларусьбанк и администрация Центрального района Гомеля. Этим банкоматом могут пользоваться, по сути, все желающие. Его отличие от обычных – экран с большим цветовым разрешением, крупным шрифтом и специальным гнездом для наушников. Все операции пошагово озвучиваются диктором. В перспективе такие же банкоматы появятся в Речице и Жлобине. А теперь о наиболее значимых культурных событиях уходящей недели. В Гомеле выступил с концертом популярный белорусский и российский эстрадный исполнитель Руслан Алихно. Он представил слушателям свою новую концертную программу. А поклонников классического жанра собрал концерт «Вечер виртуозов». Зрители услышали лучшие произведения, неувидающие классики в исполнении выдающихся музыкантов Беларуси и Италии. Все концертное действие на сцене сопровождал Гомельский симфонический оркестр. Наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина не пропустила ничего интересного. В музее автографа Гомельской центральной городской библиотеки имени Герцена на уходящей неделе презентовали кабинет писателя. В основу экспозиции легло собрание самых различных изданий, подаренных учреждению из личной коллекции творческой семейной читы Галины и Сергея Масияшей. Это был уникальный творческий тандем, которого, к сожалению, уже нет в живых. Сергей Павлович Масия широко известен как писатель-баталист совершенствия, владевший историческим жанром. Галина Федоровна – детская писательница и домашний корректор мужа. После смерти супруга она подарила библиотеке имени Герцена более 500 книг, собранных вместе с ним на протяжении жизни. Есть среди них издания с дарственными надписями и автографами известных советских писателей, с которыми семья была знакома лично. Открытие экспозиции сопровождалось вечером памяти. Незаурядных творческих личностей Галину и Сергея Масияшей вспомнили гомельские литераторы и читатели. А в областной библиотеке имени Ленина открылась выставка авторских кукол гомельчанки Екатерины Минаковой. В экспозиции представлено семь творческих работ мастера, посвященных джазовой тематике. Екатерина Минакова – участница многочисленных международных конкурсов. Ее работа находится в частных коллекциях Беларуси, России, Эстонии и Испании. Автор признается, каждая ее кукла имеет свой характер и индивидуальность. При этом она не пытается делать их идеальными, а наоборот старается продемонстрировать определенные пороки и слабости, присущие человеку. От этого куклы Екатерины Минаковой словно оживают перед посетителями. А в областном общественно-культурном центре тем временем состоялся концерт популярного белорусского эстрадного исполнителя Руслана Олихно. Он давно и прочно занял место на музыкальном олимпе. Руслан Олихно – победитель конкурса «Народный артист», участник Евровидения 2008. Обладатель ордена за вклад в развитие культуры России и многих других наград, подтверждающих любовь зрителей и высокую оценку профессионалов. В Гомеле артист выступил со своей новой программой «Я подарю тебе любовь». В нее вошли как полюбившиеся хиты, так и совершенно новые композиции, в том числе на итальянском и испанском языках. Искренность, артистизм, элегантность исполнения Руслана Олихно вызвали овации зрителей. В Гомеле продолжается форум классической музыки через тернии к звездам. Он сопровождается проведением образовательных мастер-классов, интересных творческих встреч с музыкантами, а также серией оригинальных концертных программ. На уходящей неделе в областном драматическом театре состоялся «Вечер виртуозов». Зрители услышали лучшие образцы классической музыки. Все концертное действие на сцене сопровождал Гомельский симфонический оркестр. Специальным гостем программы стал известный итальянский волторнист Альберто Капьелло. В нашей стране он выступал впервые. В Гомель приехал, чтобы зарядить публику душевным теплом неувядающей классики гениального Моцарта. На одной сцене с итальянским маэстро выступили и известные белорусские музыканты. В исполнении талантливого виолончелиста Михаила Радунского прозвучали вариации на тему рококо Петра Чайковского. В свою очередь один из ведущих гитаристов нашей страны Ярослав Макарич порадовал зрителей колоритными произведениями испанского композитора Хоакина Родриго. На следующей неделе в рамках проведения третьего форума классической музыки в областном драматическом театре состоится концерт «Оперетту в студию». Своё творчество зрителям подарят талантливые белорусские исполнители. Лауреаты республиканских и международных конкурсов. Концертная программа будет наполнена яркими хореографическими номерами. В свою очередь музыкальное сопровождение вечера представит Гомельский симфонический оркестр. А тем временем Реческий краеведческий музей всех желающих приглашает посетить выставку экзотических насекомых «Восемь лап». Здесь можно увидеть редких пауков и тараканов, а также других уникальных представителей тропической фауны разных континентов. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На минувших выходных Беларусь жила теннисом. При переполненных трибунах Чижовка-арены в Минске проходил финал Кубка Федерации. Это неофициальный чемпионат мира среди женских сборных. Команде Беларуси, впервые пробившиеся в главный матч турнира, противостояли 17-кратные обладательницы Кубка Федерации – американки. Несмотря на титулы и ранги, белорусские успешно противостояли соперницам. Победить не удалось. Итоговый счет финала 3-2 в пользу теперь 18-кратного обладателя трофея команды США. Несмотря на такой исход для белорусского тенниса, это несомненный успех. И толчок для дальнейшего развития. В нашем регионе за воспитание будущих звезд белорусского и, надеемся, мирового тенниса отвечает профильный центр Олимпийского резерва. Максим Савин посетил учреждение и узнал о перспективах. На уходящей неделе в Гомельском областном центре Олимпийского резерва по теннису только и разговоров, что о финале Кубка Федерации. За два игровых дня на трибунах Чижовка-арены побывали 50 воспитанников учреждения. Дарья Хамутянская – одна из главных надежд гомельского тенниса. За баталиями финала Кубка Федерации она также наблюдала воочию. В 13 лет Дарья уже всерьез связывает свое будущее со спортом и видит конечную цель. Это не просто хобби, это что-то большее, чем хобби. Я хочу просто стремиться к тому, чтобы стать первой ракеткой мира. И для этого нужно очень много тренироваться. Однако эта цель на дальнюю перспективу. Ближайшая – это победить на первенстве Белоруссии и в декабре отправиться на чемпионат Европы. Под руководством тренера Татьяны Городецкой сейчас готовится к республиканскому турниру. Восемь тренировок в неделю оттачивают технику, работают над функциональной готовностью. Поездка на финал Кубка Федерации в Минск, можно сказать, также часть образовательного процесса. У элиты мирового женского тенниса есть чему поучиться. Ездили в большой группе, смотрели вживую. И впечатления, конечно, очень ошеломляющие, можно сказать, что никто не ожидал такого. Все сожалеют о том, что не удалось при счете 5-2 в втором сете выиграть сет в паре. Но это отсутствие опыта, конечно. Это все обсуждалось здесь на тренировках. Все считают, что это и так большой успех нашей команды. Сейчас в теннисном ЦОРе занимаются чуть более 350 человек. Начинать можно с 5 лет. С этого возраста детей набирают в подготовительные группы. С 7-8 лет начинается более основательное обучение азам тенниса. В Гомельском ЦОРе раньше, чем держать ракетку, детей учат быть лучшими всегда и везде. И нацеливают на успех. Все хотят, естественно, победить. И чтобы ребенок шел к этой победе, нужно нацелить его на успех в каждом упражнении. Если это упражнение просто набивать, добейся успеха, набей не 5 раз, а 55 раз. Стань лучше, чем у тебя рядом товарищи на корте. То есть в каждом упражнении добиваться успеха. Мы нацелены на это с моими девочками. Добиваться успеха во всем. То ли это ракетка, то ли это прыжки на скакалке, то ли это ускорения какие-либо. То есть стараться выполнять хорошо и качественно. В группах начальной подготовки в среднем 10-11 человек. В дальнейшем количество детей в группах сокращается, а тренировочный процесс становится более интенсивным. Увеличивается количество тренировок. В итоге тренер начинает работать индивидуально с каждым спортсменом. До этого этапа доходят самые талантливые и целеустремленные теннисисты. Гомельский областной центр Олимпийского резерва по теннису – учреждение молодое. Однако коллективу есть чем хвалиться. За 10 лет школа все-таки добилась определенных результатов. У нас на сегодняшний день находится в национальной команде Республики Беларусь – Жарин Денис. Он находится в переменном составе в национальной команде. Он показывает достойный результат. Также наши спортсмены на сегодняшний день, выезжая на соревнования международные, занимают достойные места. В Республике Беларусь до 12 лет Баньков Николай лучший. Сегодня он находится на международном турнире в Турции. Приезжая из Турции, он сразу летает в Литву, где будет принимать участие в международном турнире. Также у нас есть Хамротов Алексей, который сегодня один из лучших в своем возрасте. По школе Харьков Даниил, он играл на первенстве Европы. Дети у нас талантливые. Вместе с юными талантливыми спортсменами растет и само учреждение. Укрепляется тренерский штаб. Так что сегодняшние успехи гомельских теннисистов – это только начало. И не исключено, что вскоре на Кубок Дэвиса или Кубок Федерации в составе национальной команды Беларуси поедут и гомельчане. А там уже и до высоких номеров мировых рейтингов недалеко. Максим Савин, Игорь Морищенко, Новости недели. Это были итоги минувших 7 дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова